Пятый канал представляет Только мы вдвоем. Как ты на это смотришь? Я полагаю тебя. Только там деньги нужны сразу. Да? Да, алло. Лавров, слушай, ты где? Мы же на десять договаривались. Леня, я не понял, ты что, пьяный что ли? Не, очень добрый. Я бегу, бегу. Одна нога там, другая тоже там. Так, короче, слушай меня, я уже на Денисовском. Здесь, похоже, у курьеров где-то тайник. Их нужно брать, а я один. Ты мне нужен. Я бегу. Все, целую. Не тебя. Леня, ты куда? Да. Так. Жуть какая. А вот и профи. Кому за череп ромить? Лавров, заткнись, а? Заткнись. Он там, ты слышишь, а? Не понял. Погоди-ка, погоди. Ты что, пьян, скотина, а? Ирка, хороший ты муж. Держи свои очки. Вали домой, проспись, а то тебя на хрен уволят. Я тут сам как-нибудь разберусь. Давай, катись отсюда. Не хочу. Алло, дежурный. Майор Романов говорит. Нужен наряд на Денисовский проспект. Промзона. Да. Хорошо, жду. Оболдеть просто. Кто здесь? Угадаю с трех раз. Женя. Выставь, допусти. А ты стой. Мы из полиции. Короче, где товар? Какой товар? Ребят, вы меня с кем-то попутали. А зачем? В подвал заходил. Так и не говори, что попис. Где товар? Я видел, как ты сюда с товаром захотел. Где товар? Лавров! Я покажу. Он здесь. Он здесь. Правда, мужики, я ничего не знаю. Мне позвонили, попросили подхалывить. Скинули смс-кой два адреса. Откуда забрать и куда привезти. Я сюда. Ну, давай. Ничего себе. Нормально, так? Так. Ты ствол убрал, а ты на выход. Иди ко мне сюда. Давай, давай, на выход идем. Леня, ты с ними очки убьешься. А это не очки, это приборочно увидение. Ноги. Лень, контроль его. Как? Сейчас мы с тобой увидим настоящие якутские алмазы. О! Так. Это что? Это кирпич дёртый? Мужики, я же говорил, я не при делах. А ты что, строитель что ли? Так, а может алмазы в другом месте? Надо подробно вести следственное мероприятие. Так, оружие есть? Да откуда? О, это что, бумажки для деньги? Сколько там? Три тысячи. Парня, это… Лавров, и я вас вызывал, майор Романов. Майор Лавров, слушайте, можно подумать, что я пьяный? Это алмазы, это взятка. Лёня, ты чего сейчас творишь? Ты понимаешь, что ты признаешься в том, что ты пьяный на задержание получил взятку? У них камера в машине всё пишет. Какая камера? И что нам теперь делать? Всё, что можно, провалить! Вы провалили! Товарищ подполковник. Итог нашей спецоперации. Нам удалось установить цепочку, по которой алмазы с приисков нелегально поставлялись в Петербург. Да, Грош, цена всей вашей спецоперации! Цепочка прервалась! Куда ушли алмазы, никто не знает! Вам подставили болвана, а вы купились! Саша, ну, тут тоже это… Не перегибай! Ну, откуда ребята могли знать, что у Кострова в пакете были кирпичи? Ну, жулики нам попались, опытные. Вот так вот, значит… Вот, ознакомьтесь. Протокол, составленный командиром наряда, который участвовал в задержании Кострова. Здесь подтверждено, что майор Лавров находился в нетрезвом виде, а также принял взятку от задержанного в размере трёх тысяч рублей! Как громко! Это какая взятка? Я же всё объяснил! Расследование идёт по линии УСБ. И до его окончания майор Лавров отстраняется от работы. Поэтому сдать табельное оружие и удостоверение. Да что вы без меня делать-то будете? Юль, ты хоть не молчи, скажи что-нибудь. Алёнь, слушай, тебе лучше сейчас заткнуться. Хорошо. Берите. Так, а у вас что? Товарищ полковник, а у нас кое-что наметилось по ограблению оптовой базы, но мы, наверное, попозже зайдём… Стоять! Лавров, ты ещё здесь? Ручки не пишут. Что с расследованием делать? Доведёшь до конца. Я один. Свои косяки надо уметь исправлять. Можешь взять напарника, вон, у капитана Орлова. Чего? О, флаг вам руки. И транспарант за уши. Двое зануд. Лавров! Ручки подписали. Эх вы, ручки. А как же ограбление базы? Мы же ещё не закончили. С базой Ульянов и без тебя разберётся. В смысле, я один? Ну, ладно, уже идите работайте. Понимаешь ли? Ага. Саша, пойдём, нам надо обсудить с тобой. А может опять клинице скроется, а? Не думай об этом. А я, если что, разрулю. А деньги найдём. Знаешь, медсестра в больнице сказала, что у одних лекарств на полмиллиона было. А плюс реабилитация. Нин, мы эту тему давно проехали. Ради сестры мне ничего не жалко. А деньги, они, они и сбережений. Копил помаленьку, откладывал на чёрный день. Слушай, давай больше не будем об этом. Молоды. Молоды. Я смотрю, жизнь тебя ничему не учит. Ты ещё здесь, да? Знаешь что, Романов, это ты лоханулся. Ты вызвал наряд, ты поднял кибиш. Мы просто взяли этого курьера и дождались следующего, и всё. Да, если ты пьяный, пришёл на задержание, да, сорвал операцию, а теперь всю вину на меня перекладываешь? Дерьмо-то ловно. Ах, я тюрьмо. Знаешь что, Романов, меня задолбало твое чистоплюйство. Знаешь что, Лавров, а меня твое раздолбайство. Иди-ка ты домой, сиди там как мышь, пока у Рыбакова настроение не изменится, или пока тебя к чертям не уволят. А ты меня не пугай, понял? Это у вас, у таких как ты, барышень, нервишки шалят, а у нас, мужиков, они как Сталин. Если ты ещё раз так скажешь, я за себя не ручаюсь. Ладно, ладно, разошлись. Не сошлись характерами, прошла любовь, завяли помидоры. Я пойду, Романов. Фигура, да, я всё помню. Но ты пойми, весь долг сразу я вернуть не смогу. Нинка вон официанткой устроилась, я таксую. Родительскую квартиру пришлось заложить. Да ты не кипишуй, разберёмся, не чужие всё-таки люди. Я тебе кое-что предложить хотел. И тебе будет выгодно, и мне. Что предложить? Не телефонный базар. Где мой гараж, помнишь? Подгребай туда, ну, через часик. Перетрем. Хорошо, я буду. Дэн, что случилось? А? Да нет, ничего. Кто звонил? Да так, кореш один, ты его не знаешь. Нин, мне надо съездить кое-куда. Дэн, ну куда обедать? Я уху твою любимую сварила. Обедай сама. А я попозже. Ну, Дэн, ну не ходи никуда. Я тебя знаю, ты опять вяжешься в какую-нибудь историю. Мало тебе, ты два года отсидел. Ну, кто по молодости был, глупый был. Больше такого не повторить. Я обещаю. Ну, Дэн. Здорово. Пойдем по коллегам. Фигура, почему ты на меня вышел? На мне срок висит. Вот это когда было? Лет семь назад. Кто теперь вспомнит? А мне надежные люди нужны. Тебя я как облупленного знаю. Не обманешь, не кинешь. Мне вообще-то завязал. Нинке поклялся, что больше не Нин. У меня ситуация пиковая. Брюликов с Якутией на сто тон зелени накапало, а людей не хватает. Хотел этот одного припахать, так его менты прямо на схроне повязали. Хорошо догадался ему пустышку вместо камней подсунуть. А нафига пустышку? Проверить хотел. Скользкий он как вроде. Ну, ты мне без всяких проверок подходишь. Хоть завтра работу дам. Какую? Густяк. Возьмешь, отвезешь, положишь. Схема элементарная. Стремно мне. А если снова посадят, с кем Нинка останется? Ну, сколько твоей Нинке? Лет двадцать пять. Она болела сильно. Ты в курсе? Вот ты же воробей стреляный. Шухер за версту почуваешь. А я тебе долг спешу. Еще и в наварии останешься. Соглашайся. Надо подумать. Думай. До завтра. Больше времени дать не могу. Я думала, ты уже собрался. Говорил, что на работу опасно. То есть, нет? Да-да. Я иду-иду. Собираюсь. Лень. А что у нас там с путевочкой? Просто уже надо деньги вносить. Зай, давай эту интересную тему на вечер оставим. Сейчас меня ждут неинтересные. Ну, я бегу. Ну, я бегу. Пожалуйста. Спасибо. Здорово, Ашот. Здорово. Сварганишь меня, шаверма? Давай нажористи, а то я с утра ничего не ел. Постоянному клиенту как не сварганить? Я сделаю. Нажористи. За это я тебя люблю. Слушай, я перекатываюсь здесь. Ну, часа два, три, четыре. Это что? Разве не на работу? Да нет. Я просто одного супчика услеживаю. А он страсть как шаверма любит. Думаю, появится здесь. Опасный? Опасный. Зверюга. А со мной от меня ничего беспокоиться. Я руки помою. Давай. Давай. Так, я осмотрел записи с камер видеонаблюдения, и показания Кострова полностью подтверждаются. Вот его позавчерашний маршрут. Понятно. Работу ты, конечно, проделал большую. Только все это зря. Я за ним весь этот путь ножками протопал. Да я просто хотел уточнить, порядок есть порядок. Но вдруг ты что-нибудь не заметил. Ты что, за мной по камерам следил? Ну да, конечно. Слушай, меня проверять не надо. Запомни это раз и навсегда. Ты тупо время потерял. Леня, Олег, ситуацию прежде всего нужно проанализировать. Так, подожди, я анализировал? И по правилам? Если бы все в полиции работали по правилам, половина дел оставалась бы висяками. Так что заканчивай фигней страдать. Для начала нужно проверить, кто звонил Кострову и слал ему эсэмэски на телефон. А что я сделаю? Я это сделаю. Не зря ты на этой карте рисовал. Эта карта Рыбакова тебе бошку оторвел. Дырку протрешь. Начни готово. Тсс. Видишь девушку? Она и есть та самая зверюка. Только ты не бойся. Я рядом. У меня здесь нет. Девушка. Здравствуйте. Вы же хотите еду? Вы не обижайтесь, но в вашем заведении из еды меня вряд ли может что-то за ним зарисовать. Скажите, пожалуйста, сюда мужчина не заходил? Такой высокий, в коричневой куртке. Мне показалось, я его видела только что. Мужчин здесь нет. Ага. Странно. Ну, значит, действительно показалось. Ладно. До свидания. Я шусь. Не та зверюка. Я согласен. Давай, товар. Ну, это хорошо. Ты завязал, завязал. Пойдем, все растолкую. Здорово. Здорово. Я думал ты забухал. Слушай, я от невесты скрываюсь. Слушай, переути меня. Интересное у вас соотношение с невестой. Короче, не могу я ей сказать, что меня с работы выгнали. Стыдно мне. Давай я у тебя чуть побуду, а потом в бар пойду. Да, пожалуйста. Ты что делаешь-то? Да это я играю, мозги проветриваю. На работе? Да какая это работа? Это вот у них работа. У них же там все серьезно, с алмазами. А у меня так, ограбление. А что за ограбление? Да обычное ограбление. Слушай, а у тебя купить есть? Не, не держу на работе. Ну честно, шел бы ты отсюда, потому что если Рыбаков зайдет и тебя увидит, он точно уволит. На улице холодно. Замерз я Витя. Погреться мне немножко, дай. Может я кофеечек хотя бы сделаю? Нет. Ладно, кофеечек сделаю, только сиди, не высовывайся. Хорошо. Спасибо, Олечка. Понимаю, понимаю. У меня тоже Лавров кабинет оккупировал. Кофе принеси, дай согреться, дай выпить. Да у меня точно так же. Подай принеси, кофе завари, пальто повесь. Если честно, меня Романов уже утомил. Давит и давит на меня, как будто я ему мальчишка какой-то. Короче, Олежа, нам надо с тобой этих персов как-то помирить. Вопрос как? Слушай, а может быть, встречу мы построим? Ну, скажешь Романову, что наткнулся на еще одного курьера. Пусть он зайдет к нам в кабинет. Они там увидятся, помирятся. Ну, идея, конечно, так себе. Да я знаю, но вариантов-то лучше нет. Ты только до смерти посылать. А что, принес мне божественный рассуд? Лавров, а ты что, офигел? Тебя от дела отстранили. Тебе в отделе появляться нельзя, а ты… Я сижу, как мышь, тихо. Все, давай. Задолбал. Твое вранье, давай, катись отсюда. Проваливай, я сказал. Подожди, а ты чего начальника прощил? Ты чего раскомандовался-то? А? А я знаю, я знаю почему. Дома-то не дают командовать. Слушай, ты семью мою не трогай, понял? Не дают проявить узкий характер. Ты же у нас, Юленька, барышня. Шабу, шабу? Тихо, 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 тихо. Мужики, все, тормози, тормози. Все из-за тебя здесь, понятно? Все, все, хорош, хорош. Я тебе говорю, плохая идет, я согласен. Чувак, давай недоделанных психологов, руку убери. Иди поплачай. Черт. Алёня, извини, мы как лучше прод Andrej? Да, все нормально, я понимаю. А, тут есть кафешка за углом. Недавно открылась. Хорошая. Там можно недорого покушать. Может, ты лучше там... Все, тихо. Я понял. Забери свой кофе. Привет. Привет. А ты че, куда-то собралась? А ты думаешь, тебя жду? Вообще-то, приличные люди Романов о своих визитах предупреждают заранее. Прости. Первый раз тебя на каблуках вижу. Да? А что, мне ортопед посоветовал. Взяла онлайн-консультацию. А то, сам понимаешь, сидячая работа, да и годы идут. Угу. Ортопед-каблуки. Угу. А ты не знал, что каблуки, между прочим, помогают сохранить осанку? Да, моя Надя, наоборот, говорит. Ну, твоей-то Наде явно виднее. Чего-то приперся, а? Зая, слушай. Нужно узнать, кто звонил на этот номер два дня назад и слали эсэмэски. Номер, конечно, закрыт, но ты же как бы... О! Чуть-чуть-чуть-чуть. Давай. Готово. Номер зарегистрирован Журавлёва Ивана Фёдоровича. Спасибо, Золушка. Зоя, слушай, ты в таком виде на улицу не выходи, а то ППСники не так поймут. Ладно. Понял? Романов! Пока. Что вы будете заказывать? Ну, в кафе с таким красивым персоналом я съел бы даже вчерашнюю манную кашу. Да что вы. У нас всё свежее сегодняшнее. И манной каши, к сожалению, нет. Ну, давайте вместе поубираем, Мишка. Конечно. Салатики? Угу. Да. Интересно. Вот, тёплый салат вкусный. Полиция. Майор Романов. Я вот хотел с вашим дядей повидаться, Иван Фёдоровичем, но вот соседи говорят, что он умер, а вы у него в квартире живёте. Да. Я из Томска приехала. Мне сообщили, что дядя не встал, а квартира досталась мне. Вот, оформляю наследство. А в чём дело? Да ничего серьёзного. Вы же домой идёте. Давайте я вам помогу. Какой вы галантный. А что, в Томске нет галантных мужчин? Да нет, наверное. О! Но мне почему-то не попадаются. Слушайте, а вы не знаете, где мобильник вашего дяди? Не знаю. Я его не нашла. Может быть, дядин друг его забрал, пока меня не было. Какой друг? Может быть, мы зайдём чеку попить, а то уж тоже мы всё на улице. Нет. Знаете, я тороплюсь. Всё-таки, какой друг? Кажется, я его Максимовзу. Я его один раз видела в похоронах. Знаю, что они с дядей дружили. У него и ключи были от квартиры. Что всё-таки случилось? Ничего серьёзного. Именно этого друга мы и ищем. А вы не могли бы мне его описать? Нет, стоп. Давайте так. Вы зайдёте к нам сегодня в управление. И мы составим фоторобот. Вот адрес. Буду ждать вас с нетерпением. До свидания. До свидания. Угу. Сейчас посмотрю. Так. А вот, похоже, и наш клиент. Ты про кого? Журавлёв. То, с чего телефона звонили Кострову. У него две ходки. Повесь пальто, пожалуйста. То есть, не исключено, что тот таинственный дядин друг, о котором говорил Альбина, может быть тоже из бывших зэков? Не обязательно. Может быть, он и его сосед, или на рыбалке познакомились. Слушай, а что нам мешает искать сразу по нескольким направлениям? Я могу отработать свою версию зоной. Молодец. Отрабатывай. Только нужно телефон Журавлёву пробить. Хорошо, я пойду и обращусь через Рыбакова к специалистам управления. Тебе вычислить местонахождение аппарата. Не надо обращаться к Рыбакову. Это почему? Ну, чё ты такой наивный, Орлов, а? Мы будем действовать своими методами. А ты мне пока это, кофейку завари. Без сахара. Алло, Зоя. Привет. Слушай, у меня к тебе будет ещё одна просьба. Слушай, а этот Журавлёв не мог сам участвовать в этой схеме с алмазами? Журавлёв последние годы сильно болел и умер от инфаркта. А вот его друг, скорее всего, прихватил телефон, чтобы с курьером связываться. Ну, номер ещё засекретил. Продуман. Так, стоп. Заб. Ген, здесь. Это точно здесь? Людей нет. Я без тебя вижу, что людей нет. Это что за подарочек, а? Я без тебя. Подожди, давай я вызову сапёров. Туртамина. Бум! Ну и юмор у тебя, Романов. Ментам на добрую память. Ещё и на ход впереди всегда. На, держи. Чё ты на меня смотришь? К вещдокам прикрепи, гений с иском. Да, Ниночка, конечно, приду. Ну как, вас кормят на четыре звезды, а в службе вообще на пять. Ещё раз хочу в этом убедиться. Да. Слушай, я тебе перезвоню, у меня телефон садится. Давай целую. Чего не сапоги? Слушай, а я заварил себе чайку, чтобы взбодриться. А ты мне ничего не хочешь рассказать? А давай я тебе расскажу, но только там, без слов. А чё с путёвкой? Ты не забыл? А, путёвка. Сейчас примёк, получай, куплю. Угу. 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 Ты один? Да, Нинка, на работу ушла. Товар принёс? Принёс. Там много. Всё, что за последние три месяца накопилось. И куда их? Есть у меня лазейка на кордоне. Про пихно. За бугром можно хорошенько навариться. Ты спокойней там. Линяешь, что ли? Понимаешь, Дэн, устал я. Да и менты активизировались. Чую, роют. Короче, надо эти камни за город вывезти. Там я встречу. Говори координаты, я вывезу. Чай, кофе. Да не хотел бы я тобой рисковать. Пригодишься ещё. Даже если асфальт-бизнес останется, я его три года налаживал. И кто же их вывезет? Вот это интересный вопрос. Найди мне человечка, ну, чтоб не сдал, у которого в случае чего и грохнуть не жалко было. И где ж я такого найду? Поищи. Вокруг меня много стукачей скопилось. Начну прощупывать. Сольют. А у тебя получится. Я верю. Когда везти? Завтра днём. Больше времени дать не могу. Вот, держи. Ну и когда курьера в дорогу отправишь, ты последи за ним. Мало ли что. За эти камушки ты отвечаешь. Понятно? Понятно. Фигура. Чего с долгом-то? Ну, как только ко мне вывезем, спешу почистую, как и обещал. И долю свою получишь. Не боись. Не обижу. А что у нас на сладенькое? А, вот. Ммм, десерт-фантазия. А можно я, Ниночка, пофантазировать о нам ложки? Смотри, вот это, это Леня Люна, видите? А вот тут, видишь, маленькая дочка. Тут моя физиономия. Смотри, ханулица. А ну, отводи от неё. И лапы свои убери. Ниночка, кто тут хам? Это мой брат. Денис, ты чего? Того? Какого хрена он тебе пристает? И куда ваша охрана смотрит? Нин, я могу помочь? Да, всё нормально. Руки так и чижутся, но боюсь удалить своего будущего родственника. Чего? Ты чего несёшь? О, господи, Денис. Денис, я тебе за всё благодарна. Ну, пойми, я уже выросла. Можно я буду сама решать, кто мне нравится, кто нет? Я и нравлюсь. Я не хочу в девках до старости ходить. Ниночка, в девках не надо. Нина, да лучше в девках, чем с каким-то козлом. Видит Бог, я этого не хотел. Моё терпение лопнуло. Ладно, пойдём поговорим по-мужски. Лёня, господи, Денис. Тут стоя тебе сказано. Ниночка, мы просто поговорим. По-мужски говоришь? Ну. Ты чего? Да всё. Точно? Да всё хорошо. Ты ещё откуда взялся? Там, где я был, у меня уж нет. Ты сейчас там не сидел? Что было, то бы льём поросло. А что? Работаешь где? Нигде я не работаю. Поводился. А, давай-бывай. Слушай, стой. Тачку водить умеешь? Умею. Я водился даже. Слушай, подзаработать не хочешь? Кто не хочет? А что делать надо? Со слов Альбины составили фоторобот. Мне кажется, это тот человек, который звонил по телефону. Осталось только найти его. А я тоже кое-что выяснил. Журавлёв отбывал наказание 10 лет назад. Я отправил запрос в колонию относительно его сокамерников и тех, с кем он общался на зоне. И вот фотографии из их личных дел. Познакомьтесь. Орлов. Какой ты молодец-то, а? Не зря свой хлеб ешь, да? Ну, а что тут? Мне кажется, это тот человек. Да вроде он. Как его зовут? Самсонов Максим Иннокентьевич. Кличка фигура. Имя совпадает. По какой статье сидел? 191-ю КРФ. Что значит? Нелегальный сбыт драгоценных камней и ювелирных изделий. Наш человек. Надо найти его. Только задерживать нам его не за что. Нет прямых улик. Задерживать не за что, но найти надо кровь из носу. Орлов. Чего сидим? Работаем. Слушай. Скажи, что все обошлось. Ты про своего ухажера? Считай, что ему повезло. А делал со внушением. Дэн, я понимаю, что ты считаешь, что ты должен меня защищать. Но это не тот случай, понимаешь? Да? А ты с ним давно знакома? Нет. Но мне вообще очень долгое время не хотелось ни с кем знакомиться. А тут... Вот это да. Так вот вы, мои драгоценные. Мы вас искали. Я тут выяснил по фигуре, сегодня дома не ночевал, а час назад его машину засекли на Средневыборгском шоссе. Похоже, решил бежать. А ты трубку не хочешь взять? Не-а-а. Спамеры. Реклама. Да, слушаю. Алло. Там Юля рядом? Ну да, рядом. Дело серьезное. Дай ему трубку. Ну, сейчас. Тебя, Лавров. Да возьми ты трубку, у него там что-то серьезное. Да, майор Романов. Слушаю. Что ты выделываешься, как школьница? Я везу алмазы. Должил у девушки машину. Это не машина вообще. Какие алмазы? Лавров, ты что, пьяный? Ты помнишь, Рыбаков скурил, что цепочка оборвалась? Я теперь часть этой цепочки. Юра, я часть этой цепочки. Через 10 километров на повороте меня будут ждать. Я должен передать товар. Врубаешься? Лавров, меня задрали твои шутки. Я больше на это не куплюсь еще. Какие-то алмазы сюда приплел. Я тебе еще раз популярно объясняю, Юра. На меня вышли те самые ювелиры. Они приняли меня за урку. Ты где сейчас? Я еду на Средневыборском. Я должен передать товар по эстафете. Короче, если ты сейчас не расчухаешься, ковар отбраться в буржейном, а я на тот свет. Лавров, а какого хрена ты мне не позвонил? После того, как вы мне пинка подсадали, короче. Юра, за мной хвост. Оружия у меня нет. Скоро связи не будет. Сколько их там, я не знаю. Так, сейчас, погоди. Дуй за Ульяну, ждите меня у машины. Постарайся, потяну время. Давай. Я жду тебя, мой милый. Ну а чего? Это бессмысленных связей нет. Давай, пытайся еще раз, дозванивайся. Ну пробуй, пробуй, давай. Ну давай, давай, чего ты? Эй, ты. Нас ждешь. Если вы доставка пиццы и горячего кофе, то у вас. Так, матч. Какая шашка прыгает в дамки? Та, которая бьет первой. Пароль у вас так себе с красивым проблемой. Ладно. Товар привез? Конечно. Чего ты долго вас ждал? Замерз, как цуцик. Вот. Открывал? Вот еще баланс. Даже не знаю, что внутри. Вижу, что открывал. Ну что теперь с тобой делать? Я говорю, что мужики, я могила. Вот это ты правильно сказал. Опусти пушку, придурок. Меня грохнешь. Вали его! Ты что, охренел? Пустите его, он никому не расскажет. Пошел ты. Вали его. Черт. Ах ты, мразь! Оружие на землю, лысые! Стоять, в полиция! Оружие на землю, лысые! Накомей! Брыгай за голову! Ну? Черт, черт! Ты сам-то как? Как я рад вас видеть, ребята. Мне очень жаль, правда? Уйди. Я только сейчас и чувствую себя человеком. Я только сейчас и чувствую себя человеком. отчет писать с Орлом, это такой геморрой. И, кстати, ты тоже. Давай-ка это, поаккуратнее, Рыбаков говорил до первого косяка. Я могу тебе пообещать? Не обещай. Я слишком хорошо тебя знаю. Я пришел. Это тебе и твоей новой крали. Желаю приятного отдыха. Прощай. 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 Юра, здарова. Слушай, а ты давно со своей женой не выездил? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...